Это будут мои партнеры. Есть поцелуй пирожное. Многие не умеют целоваться. Целоваться нужно с душой. Конечно, девушки любят, когда их целоват везде. Еще раз доброе утро. Я уже завтракаю. На завтрак у меня кофе без сахара. Ну, вы прекрасно все сами знаете, что я сладкая не ем. А вот эти славные пончики у меня для другого занятия. Подробнее сейчас все расскажу. Итак. На порядок, Денну. На самом деле, очень интересная тема. Она сейчас будет обсуждаться с вами в моем монологе. Все девочки прекрасно ее знают, любят, обожают. Она самая сладкая, самая нежная, самая страстная. Все в одном. Это тема о поцелуях. Как видите, я одна, поэтому показывать на ком-то я не смогу вам свои поцелуи. Поэтому я сказала прекрасное, сладкое, мягкое, пухлое, сочное. Ой. В общем, пончики. Это будут мои партнеры. Сладкое я не ем, а поцелаться буду. Поцелуи бывают разные. Поцелуи бывают разные. Это, например, самые обычные, простые поцелуи. Как девочка с девочкой, там, щелочку. Целуются при встрече, да? Либо же есть поцелуи пирожное. Кстати, это не пирожное, но сам факт. Поцелуи пирожное это просто, когда ты, например, вот идут пончики. Когда ты просто своими губами покусываешь губами губы своего партнера. Так, так. Такие звуки издает этот пончики. Ему, наверное, уже нравится. Вот так, да. Есть французский. Французский поцелуй это поцелуй с языком. Понятно. Но не просто, как мы все думаем, что поцелуй с языком, это уже французский. Нет. Поцелуй по-французски это, когда вы просто очень глубоко, очень глубоко засовываете язык в рот своего партнера. Понимаете, о чем я? На самом деле, тема очень серьезная, потому что многие не умеют целоваться. Думают, что это очень просто. А это не просто, ребята, девочки. Не просто целоваться. Целоваться нужно с душой, с большим желанием, с нежностью, со страстью, с любовью. В это нужно вкладывать душу. Ну и язык, если это дается поцелуй по-французски. Есть еще, конечно же, поцелуй по-президентски. Ну вы видели наверняка уже не раз, где-то тут должна выскочить картинка, как два мужика просто поцелуют друг другу в губы. Для меня это странно, но если это по-президентски, значит так можно. И до конца. Есть такая техника игра ютку. Это когда ты, либо тебя, твой партнер, либо ты партнера, заступно объясняю, да? Покусываешь, покусываешь, покусываешь нижнюю губу. Ну ладно, тут можно уже съесть. Шею не выплюнуть же на второй ковер в интерконтиненталь. Вот. Вообще, покусываешь? Ну как-то так. Покусываешь нижнюю губу своего партнера. Любовно тебе. Это очень приятно, и так можно, кстати, начинать свои прелюди. Для... Очень интересная игра, когда ты своим языком выталкиваешь его язык. Из своего рта. И потом овладеваешь своим языком его рот. Это очень прикольно. И начинаешь там играться. Ну, вы поняли, наверное. Я же не буду выталкивать сейчас пончик, чтобы вам показать по факту. Так, ну. Конечно, девушки любят, когда их целуют везде. Просто. Сверху, да, внизу. Просто каждый сантиметр тела. Понятно, у каждого человека есть свои эрогенные зоны. Особенные какие-то эрогенные зоны. Но об этих зонах мы поговорим в следующий раз. Это будет одна из новых тем моего видеоблока. Ребят, мы с вами просто счастливые люди. Мы живем в Европе. Нам дозволены простейшие счастливые мгновения человечества. Мы можем целоваться на улицах, обниматься, не скрывать своих чувств. Вот, например, в Азии, а я была в Азии, вы знаете, да? Все, причем. Вот. В Азии нельзя целоваться прилюдно. Ну, у них просто как будто это какое-то преступление. Нельзя. Вот, ну, не знаю, хоть бери, зашивай рот. Честно говоря, я не понимаю, как вообще можно так жить. Я обожаю целоваться. Я считаю, что каждый человек должен иметь право целоваться прилюдно. Поэтому, пожалуйста, не целуйтесь, как в Японии. Если у вас есть право целоваться прилюдно, целуйтесь нормально. Я не говорю, что там съедай друг друга, да? Потому что, может, там, это, конечно, не очень красиво. Если кто-то кушает, а кто-то кушает друг друга, да, в ресторане. Но не целуйтесь, как в Японии. А в Японии целуются, ну, так. Даже как-то быстрее. Ну, короче, ужас, фу. Даже пончика раскателось. Но это ужасно. Это, вот, я считаю, это преступление. Если люди целуются вот так. Я даже не понимаю, как они там до детей доходят. Даже эскимосы целуются романтичнее. Носик они, знаете, вот так вот. Ну, не буду показывать на пончике. Я сейчас вся лимкая. Вот, есть поцелуй, да, эскимосов, носик. Есть поцелуй бабочки. Тоже, кстати, очень мило и романтично. Когда ты либо твой партнер целуешь не губами, а ресничками. Ну, вот, и поэтому называется поцелуй бабочки. Потому что ты берешь своими ресничками, дотрагиваешься, либо там как-то щекочешь, либо там проводишь по телу, по щеке, либо можно по губам. Ну, это мило. А то японцы. Ух. Простите, японцы. Ничего личного, но это ужас. Ребят, кстати, мне пришла идея. У нас тут пончики на столе, да? Бывают же еще вкусные поцелу, когда с помощью еды мы соприкасаемся губами. Ну, например, когда кушаешь спагетти, да, ты с одного конца спагетти держишь, а твой молодой человек, либо там девушка, держит с другого конца губами. И вы так кушаете, 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 и доходите просто до того, что ваши губы соприкасаются, и вот цируетесь. Как мило. Главное, чтобы еда была приятной. Там не чеснок, не лук. А то как-то оно не очень. Хотя, я считаю, что если в паре кто-то съел чеснок или лук, второй тоже должен его слушать. Ну, чтобы было проще целоваться. И не так оно было страшно и напряжно, и стыдно. Либо кушайте вместе, либо не тушите. Пускай ваша половинка не страдает. Во время поцелуя задействуется 29 мышц на лице. Представляете? Во-первых, мышцы лица всегда в тонусе. И, конечно же, это очень классное средство против морщин. Поэтому целуйтесь и выглядите подтянутыми. Ребята, представляете? 66% населения людей целуются с закрытыми глазами. А как целуетесь вы? Я сейчас вспомню. Ну, сейчас надо поцеловаться. Я же чё. Я на самом деле закрываю глаза, потому что целуюсь я только по своей воле. И мне очень приятно целоваться. Поэтому я расставляюсь и целуюсь. Кстати, я целуюсь я с закрытыми глазами, но иногда мне становится интересно, закрывать ли глаза мой партнер. Поэтому я так один глаз приоткрываю и проверяю всю ситуацию, насколько приятно ему. Девочки, очень важная информация. Готовы? Готовы? Особенно те, которые хотят похудеть. Время быстрого поцелуя сжигаются 2-3 килокалории. А время французского поцелуя более 5. Поэтому, девки, целуйтесь. Реально по-французски. И будете стройнеть приятно и полезно. Мои хорошие, вообще, целуйтесь, как вам больше нравится. Как вам приятно всего. Как вам угодно. Главное, с любовью. И не забывайте, что есть один вид поцелуев, который можно использовать вообще везде. И можно дарить его кому угодно. Это? Угадали? 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 Ну ладно. Это воздушный поцелул. Поэтому, от меня вам две тысячи тюнчики. Вот так. Это был мой видеоблог в постели с Кариной. Ребят, пишите комментарии. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Как вам мои темы, мои советы. Обязательно пишите, потому что у меня есть идея ответить в видеообращении на ваши комментарии. Вот кто еще не подписался на канал? Подписывайтесь. Кстати, если бы вы целовались во время просмотра моего влога, вы бы потратили, сожгли прям 400 килокалорий. Задумайтесь. Ну так, еще для размышлений. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok